Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Как я уже сказал, фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» породил большую медиафраншизу. Следующий фильм франшизы «Парк Юрского периода. Затерянный мир» был снят в 1997 году. События в фильме также отстоят от событий в первом фильме на 4 года. И развитие событий опять более чем впечатляющее. Но на этот раз главная мысль первого фильма поставлена под сомнение. Напоминаю, главной мыслью первого фильма была мысль «Место мёртвых в земле» или «Воскрешение динозауров не закончится ничем хорошим». Во втором фильме она вроде бы подтверждается. Но именно вроде бы. Мысль, что симбиоз мезозойской и кайнозойской биосфер возможен, в этом фильме, на мой взгляд, тем не менее просматривается. Вот как выглядит постер фильма. Суть событий. После катастрофы в парке, фильма экспрессивного миллионера Джона Хаманда переживает не лучшие времена. Более того, она находится на грани банкротства. И акционеры им очень недовольны. И заканчивается это тем, что контрольный пакет акций оказывается в руках его племянника, который хочет любой ценой спасти фирму. Что понятно, она теперь его. Также выясняется, что острова с динозаврами было, оказывается, два. Первый, на котором планировали открыть парк, а второй остров-лаборатория, на котором динозавров, собственно, выводили. Тропический ураган, в первом фильме, обрушившийся на первый остров, оказывается, обрушивается и на второй остров. И это приводит к тому, что динозавры и там тоже оказываются на свободе. Что произошло с динозаврами на первом острове, остается за кадром. Но, видимо, они погибли. Миллионер, оказывается, применил двойную страховку против выхода ситуации из-под контроля. Первую мы уже обсудили. В предыдущем отзыве клонировались только осанки динозавров. И поэтому они вроде бы не могли размножаться. Но была, оказывается, еще и вторая. Динозавры были генетически сконструированы так, что через неделю погибали без аминокислоты, лизина. И им ее нужно было вводить специальными инъекциями. Но на втором острове этого не произошло, поскольку там оказалось достаточно съедобных растений, богатых лизином. Более того, через четыре года на острове реально состоялся симбиоз биосфер Мезозойской и нашей Кайнозойской эры. И динозавры не просто живут, а процветают. И есть еще одна деталь. Мир пока не знает всего этого. Все ученые, изучавшие проблему в первом фильме, дали подписку о неразглашении. Но ученый-математик, кстати, его зовут Ян Малколь, нарушил эту подписку и рассказал о произошедшем СМИ. Но ему никто не поверил. К уголовной ответственности за разглашение ее привлечь было невозможно, поскольку он подписку дал не государству, а фирме Джона Хаммонда. В рамках законодательства о коммерческой тайне. Но он лишился репутации и стал узглым. Вместе с тем события начинают развиваться очень динамично. Джон Хаммонд хочет исправить свою ошибку и сообщить миру о динозаврах. А также добиться принятия законов, чтобы динозавров не трогали. Пусть природа сама создает складывающийся все удачнее эксперимент по симбиозу биосфер Мезозойской и Кайнозойской эры на указанном острове. И он планирует создать группу специалистов и поручить ей съездить на остров и там все отснять и задокументировать и представить полное доказательство миру. Группу из четырех специалистов. Палеонтолога, кинопублициста, технического специалиста и указанного математика Яна Маккальна. Для которого это шанс не только вернуть репутацию, но и получить всемирную шлаву. Но Ян категорически воспротивился, поскольку такая экспедиция – это чудовищный риск и, скорее всего, она не обойдется без человеческих жертв. О чем убедительно свидетельствуют события в первом фильме. На входе разговора его с Джоном выясняется, что один из специалистов – палеонтолог Сара Хардинг уже на острове. Как только она узнала, что существуют живые динозавры, она тут же все бросила и тут же отправилась их изучить. Причем в одиночку. А она – невеста Яна. И он тут же отправляется вместе с другими членами группы за ней, но при этом он подчеркивает, что это не экспедиция, а спасательная операция. Дальше все развивается по законам Жанра. В группе Яна тайно присоединяется его несовершеннолетняя дочь, которая считает, что отец уделяет ей недостаточного внимания и вот таким образом хочет быть с ним вместе больше. И она, понятно, понятия не имеет, в какой ад направляется. Дальше они прибывают на остров, находят Сару, а также встречают стегозавров. Эпизод очень впечатляющий, давайте посмотрим его. Вот стоп-кадр. И, надеюсь, фрагмент. Если его пропустят алгоритмы. Что это? Кто болеет? Ой, 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 ой. Ну, ой, ой, ой. Между тем племянник Джона Хаммонда одержим мыслью поправить финансовые дела фирмы. И он снаряжает собственную экспедицию на остров, о которой не знает ни Джон Хаммонд, ни группа Яна. Экспедиция большая. Несколько десятков человек. Это охотничья экспедиция. Ее задача отлов динозавров. Дело в том, что Джон Хаммонд, оказывается, планировал создать не только парк юрского периода, но еще и в прямом смысле слова зоопарк юрского периода. В городе Сандиев. Это в Калифорнии. И этот зоопарк даже уже построен. Но после катастрофы он его законсервировал. Племянник же, его зовут, кстати, Питер Латлоу, хочет отловить динозавров, наполнить ими зоопарк и дав широкую рекламу открыть его для посетителей. И таким образом поправить финансовые дела фирмы. При этом Питер не знает, что на острове уже работает группа Яна. И его экспедиция буквально врывается на остров на целой эскадрилье вертолетов. Что понятно, не могло быть незамеченным. Группа Яна. Остров небольшой. И сразу с места в карьера начинает отлов динозавров. И он проходит удачно. Они сразу отловили массу динозавров и поймали даже детеныша тираннозавра. Детеныш, кстати, относительно небольшой. Он ростом с 10-летнего ребенка. И руководитель экспедиции, профессиональный охотник международного уровня Рован Тембо, решает использовать этого детеныша в качестве приманки для его родителей. Читы тираннозавра. И привязывает его недалеко от лагеря экспедиции. Группа Яна все это видит, а указанный кинодокументалист, добавок ко всему, оказывается, еще и независимый эколог. И Сара его тоже прекрасно понимает. И ночью они проникают в лагерь охотничьей экспедиции и выпускают динозавров. Ну и понятно, в лагере начинается черти что, как говорится. Кроме того, вырвавшиеся динозавры разбивают радиостанцию. Но, к счастью, пока обходятся без жертв. Также они находят детеныша тираннозавра, освобождают его, и выясняется, что у того сломана нога. И они несут его в свой лагерь, чтобы наложить шину. А их лагерь в трейлере, на утюсе, над пропастью. И пока они лечат детенышей, тираннозавр приходит в гости. Приходит за своим детенышем. И вот дальше уже начинается настоящий кошмар. Причем он только начинается. Хотя, наложив шину, они тут же вернули детеныша папе и маме, тираннозавра это не оценили. И они сбрасывают трейля в пропасть. Сцена длительная и кошмарная по-настоящему, поэтому я не буду давать здесь фрагменты. Тем более, что такой длительный фрагмент алгоритмы точно не пропустят. Технический специалист в ходе этого погибает, остальные, правда, остаются живы. Но остаются только чудом. Самое же главное уничтоженная радиостанция группы Яна. Она в трейлере. И обе группы остаются без связи. И поэтому не могут вызвать вертолеты и корабли, чтобы эвакуироваться с острова. Они объединяют усилия, и племянник Хаманда, Питер Латвул, сообщает, что в центре острова, в заброшенной лаборатории, есть также мощная радиостанция. Но до нее еще нужно дойти. А это почти сутки пути по острову Динозавра. И какая это опасность, все уже поняли. Однако другого выхода нет. И начинается, без кавычек, путь по стране чудовища. Вот один из эпизодов, как Тиранозар заглянул в палатку, в которой спали Сара и Дусьяна. Вот стоп-кадр. И моя попытка его оживить. Надеюсь, алгоритмы пропустят фрагмент. Кроме гигантских динозавров, страшная опасность, оказывается, представляют и динозаврики. Они оказываются чем-то вроде сухопутных пираний. Эти динозаврики называются «Комп Согнаты». И эпизод жутковатый, но все же попробую его привести. Вот стоп-кадр. Ну и моя попытка его оживить. Кстати, специалисты считают, что здесь Спилберг перебрал через край. Комп Согнаты слишком маленькие для таких нападений. Но кто знает, на что были способны животные, которых нет уже 65 миллионов лет. В общем, это их дорога, сплошной оживший кошмар. Достаточно сказать, что из обеих экспедиций выжили только 6 человек. При этом из группы Ладлоу выжил только он и Ролан Тембо. Но Петер Ладлоу даже в таких обстоятельствах не хочет улетать с острова без добычи. Повторяю, фирма на грани Могроза. И ему с помощью Роланда Тембо таки удается усыпить транквилизаторами тираннозавра и погрузить его на прибывший корабль. И таким образом приключения продолжаются. Только вот было бы гораздо лучше, если бы они не продолжались. По дороге в Сан-Диего тираннозавр вырывается из грузового отсека. И корабль приходит в Сан-Диего без единого живого человека на борту. И врезается в присталь. И тираннозавр оказывается на берегу. В городе Сан-Диего. Думаю, несложно представить, что он там натворил. Скажу только, что это очень похоже на историю Кинг-Конга. Вот один из эпизодов. Вот стоп-кадр. И моя попытка его оживить. Но Яну и Саре удается решить эту проблему. Они выясняют, что Ладлоу опять захватил и детеныша тираннозавра. Они крадут этого детеныша и с его помощью заманивают тираннозавра на корабль. И опять отправляют его на остров. В ходе этих приключений Ладлоу, кстати, погибает. Заканчивается фильм тем, что Джон Хаммонд выступает по телевидению и просит мир оставить остров с динозаврами в покое, чтобы природа сама навела там порядок. Финальные кадры из фильма очень красивы. Вот стоп-кадр. И моя попытка его оживить. Сейчас совершенно необходимо наладить взаимодействие с Министерством охраны природы Коста-Рики и принять законы, позволяющие сохранить этот остров в изоляции. Уверяю вас, самый лучший выход оставить их в покое. И если не мешать природе и дать ей шанс, жизнь найдет выход. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!